Уважаемые коллеги, давайте поприветствуем Алексея Степановича Баллыкина. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, выразить большую признательность тем, кто сегодня выдержал весь этот день и в это время находится в этом зале. И хочу сказать, что на самом деле это того стоило, потому что наша вечерняя секция, которая является новой на фестивале, и до этого такой секции у нас не было, эта секция не случайно появилась в рамках фестиваля, потому что мы считаем, что она является одной из очень важных для нас. Секция называется «Разговор с легендой», и сегодня у нас легенда отечественной эндоскопии и эндохирургии. Эндоскопической хирургии – это доктор медицинских наук, профессор Алексей Степанович Баллыкин, лауреат Государственной премии Российской Федерации, вице-президент Российского общества эндоскопических хирургов, член правления Российского эндоскопического общества. И еще можно, наверное, долго продолжать, но я не буду томить наших сегодняшних слушателей перечислением всех регалий, которых очень много за всю свою жизнь Алексей Степанович накопил. Я думаю, что мы, наверное, сегодня послушаем об истории эндоскопии эндохирургии, об истоках, о том, как зарождалось это направление, и диагностическая, и оперативная эндоскопия. И услышим то, что на самом деле мы никогда нигде не прочитаем, мы никогда это нигде не прогуглим, не найдем эту информацию в книгах или в журналах. Это только то, что сам человек может нам передать, рассказать, и это на самом деле бесценно. Алексей Степанович, я хочу на самом деле сказать вам огромное спасибо и включить ваш микрофон за то, что вы согласились принять участие в этой секции. Я думаю, что нашим коллегам, молодым, будущим врачам, эндоскопистам, эндохирургам, да и вообще любых специальностей будет очень и полезно, и интересно послушать то, что вы нам сегодня расскажете. Но не только молодым специалистам, но также и взрослым врачам тоже, таким, как я, например. А можно мне переключать слайдов? Можно я тоже буду вступать? Можно я обращусь? Конечно, пожалуйста. Коллеги, дело в том, что я вот слушал, как эта красивая, стройная, умная, великая женщина произносит мои все регалии и титулы. Вот я тамбовский парень, который бегал в сороковые военные годы вместо лошади. Это лопух был между ног, и мы вот палочкой подгоняли, чтобы я мог предположить, а мои тоже родственники и соседи предположить, что когда-то вот эта красивая женщина произнесет, так много титулов. Правда, я не очень доволен, что вот заслуженного деятеля не дали, не дали. Семь книжек написал, а говорил, когда было четыре, ректор, памяти нет, ректор сказал, маловато еще, надо больше. А оказалось, что мой шеф Вик Сергеевич Савельев сказал, никакой ему дороги, никакой. Вот на этом и остановились. Спасибо большое. Алексей Степанович, давайте мы с вами начнем, наверное, вот с самых истоков. Для каждого человека до того, как он, скажем так, трансформируется, превратится с большого профессионала в эксперта уважаемого, вот с тем большим количеством регалий, как у вас, до этого профессионального пути каждый человек в жизни встречается с тем, что он рождается в определенной семье, которая оказывает на него определенное влияние. Расскажите, пожалуйста, о том, в какой семье вы родились, какое влияние семья оказала на ваше становление как профессионала? Спасибо большое. Ну, семья – это всегда великое дело. Мама неграмотная, отец закончил, ходил в школу одну зиму, писать умел, ну, был грамотный человек, а во время войны побывал четыре года в концлагере в Германии, был в Дахау, в общем, многое чего рассказывал. Вот на фотографии, на фотографии вверху, я не могу показать, это место, где был когда-то мой дом в Тамбовской деревне, Юрловский район, а вот справа вверху – это семья, меня там нет, там есть сестра, старший брат, средний брат, мама – это мамин племянник, а это мы три брата, мама с папой. И это матушка моя, которая всегда провожала и встречала, когда я уезжал вначале в Ростов, куда поступил в мединститут, а потом в Одессу. Вот, значит, ну, сами понимаете, после войны, возвратившиеся из Тамбова, мы, отец, после плена его отправили в Ростовскую область на шахты, ну, и мы туда приехали. Я себя очень хорошо помню все эти годы, вот, военные, даже помню, вот, свою первую любовь, вот, сейчас ее фамилия Юстова, Валентина Дмитриевна, я ее любил в четыре года, даже когда-то заточил ее в огромную яму. Чего сделать я с ней, не помню, хотел, но что-то хотел. Вдруг появляется тень моего среднего брата, он кричит мне, Лешка, ты что там делаешь? Ну-ка, вылазь. Прервал мои притязания к девочке того времени. Я ее нашел через 40 лет, потом опять расстались, и опять через 40 лет. Вот что, значит, долго прожить, многое можно увидеть. Вот такая была семья. Матушка всегда говорила, это к молодежи, Ленька, учись, для себя учи-си, по-тамбовски. Вот, если можно, еще тогда. А это вот школьное, это, да, вот я в этой форме, я любил быть, хотел быть военным, потому что брат был таким. Вот там моя семья, вторая фотография наверху, и с мамой в нашем саду. Внизу вырос я на велосипеде летом, а зимой на коньках с крючком, тогда же ничего не сыпали, машины накатывали в Каменске, в городе, где я, в общем, вырос. И мы крючками цеплялись за грузовые автомобили, и так катались по городу. Средняя фотография внизу, это Одесса, Первомайская демонстрация. Если можно меня там узнать, то вот рядом со мной мои друзья, спортсмены. Вот слева мастер спорта, чемпион союза был по вольной борьбе. Из Ананьева, куда он меня взял. После четвертого курса были два месяца врачебной практики. Ну, а я футбол за Ананьевы играл. Как раз практика вся так и прошла. Ну, и Одесский пляж. Следующий слайд, если можно. Это моя великая семья. Это родившийся первый мой сын Дмитрий Алексеевич. Это он поменьше, поменьше. Вверху сестра с ним, а внизу мать, он маленький. И вот с ростом, с его возрастом, он, видите, чуть взрослел. Потом стал трижды доктором наук и медицины, истории медицины и философии. А вот таким был пацаном. Так что вы имейте в виду, вот среди вас столько, наверное, толковых людей, которые, вот будучи такими, как все в желтом, в белом, а потом станут, ну, такими, как я. Правда, к сожалению, я потерял второй раз медаль лауреата. Я ее любил носить. А можно я, мальчику, истинно. Едем мы в Санкт-Петербург как-то с Борисом Константиновичем поддумным. Вот. Я с медалью. Чем закрыть старого человека, чем прикрыться какой-нибудь вещью. Вот. Борис Константинович говорит, а что это у тебя за медаль? Ну, по рюмке выпили. Я говорю, это медаль лауреата. Ой, я говорю. Она, говорит, валяется у меня в столе, и я ее не одеваю. Я говорю, Борь, так ты ее не заслуживаешь, поэтому и не носишь. Ну, потом это уже другое дело. Бутяная преследовательская слайд. Алексей Степанович, вы пока рассказывали про семью. Я хотела, чтобы молодежь, которая нас сегодня осмотрит и слушает, в том числе онлайн, поняла для себя, что не обязательно родиться в известной семье, чтобы стать профессионалом. Правильно? Не обязательно иметь в семье кого-то из врачей, которые тебе будут в плане профессии помогать. Вот у вас кто-нибудь из родных в медицинской сфере был или нет? Или вы первый человек? Вы не поверите. Если я когда-нибудь видел похороны, я неделю не мог спать. А когда мы закончили школу и получили медали, у меня был Володя Кострюков, мой друг с восьмого класса. Мы жили то у него, то у себя, курили, выпивали. Вот. Вот его родители хирурги, мать акушер-гинеколог, а отец хирург, великие люди были. Он в Ростове перед войной сделал почти диссертацию, а потом его забрали в армию, моего друга. Так вот мы, значит, они пришли, родители, к нам домой, а потом мы к ним. И вот Виктор Федорович Кострюков говорит, матери моей, Елена Никитична, ну пусть Ленька поступает с Вовкой в мединститут. А я хотел поступить в Питер, в кораблестроительный. Я говорю, так мне же снится там все. Он говорит, так ничего. Говорит, на третьем, на пятом, на других курсах ребята в операционной теряют сознание. Привыкнешь. Вот так я стал доктором. Мой средний брат водитель, а старший, он был пограничник и уволился подполковником. И здесь тоже члены семьи? Нет, никакой. Абсолютно. Я стал медиком только потому, что мне было неудобно оставлять друга в одиночестве. Вот и все. Любви к какой-либо специальности не было. И я, честно говоря, не знал, кем я буду. Ну, думал о какой-нибудь посерьезней специальность. Мне отец после восьмого класса, аж тогда у нас это можно было поступать, и говорит, ну, ты иди в горный, все-таки шахты рядом. Нет. Мать говорит, пусть поучится. Вот я поучился и поступил в Ростовский мединститут, с которым в общем связаны мои большие дружественные связи. Здесь даже ростовчане есть, я им клонюсь. Так, на этих фотографиях члены семьи, вот на этих фотографиях сейчас. Да. Вот внизу слева это мои два сына и старший брат. Видите, я даже бабочки иногда тоже вот так приодеваюсь. Вот слева Дмитрий, а справа Илья. Илья, он великий, потомок великих людей. Моя теща Даурова Тамара Тимирханна была первой женщиной осетинкой профессором. Великая женщина. Великая женщина на работе, но дома она, дома она. Рассказываю. Генюсик, говорит она, придя в дом и увидел. На столе полно посуды, в моечной пусто. Она говорит, Генюсик, ну ты бы хоть собрал и переложил вещи, говорит, посуду в моечную. Тот постоял, подумал, говорит, знаешь, Тамаришка, наверное, я буду обедать в ресторане. Вот. Несмотря на то, что у него вот такие родители, он занимается не медицинской деятельностью, фирмач. А Дмитрий Алексеевич, он молодец. Он даже был завкафедрой истории медицины в первом мединституте. Вот. Но за хорошие успехи и за талант он теперь в большой опале. А это на юбилее внизу, на юбилее фирмы известный певец, который сын с Аляной, с женой, а наверху там как раз вся наша семья. Сейчас у меня родился еще один внук, он американец, ему четвертый год. Как же его зовут? Михаил Дмитриевич. Вот так. Вот. И ваш покорный слуга. Так. Про семью мы уже вот немножко поняли. Давайте мы перейдем к годам учебы и работы. Кто были учителями, кто сыграл роль в становлении как профессионала? Расскажите нам, пожалуйста, про ваших учителей. Вот мне стыдно на вас смотреть, потому что вы такая образованная и грамотная, а я закончил институт, я был спортсменом, меня никто не мог перепить, и в Ростове когда-то Лёва Мухин был свидетелем моего рекорда. Вот. Я мало учился, к сожалению. Ну, сдавали экзамены отлично, надо же было повышенную стипенью получать, родители мало могли помочь. Закончил институт, я хотел стать хирургом и два месяца ждал, пока мне не дали место хирурга. А до этого мы 25 человек писали заявление в Минздрав, чтобы нас отправили на север или на Дальний Восток, нас никого не отправили. Я вот попал в Одесскую область, где три года проработал. Я приехал в Москву как-то к сестре Аннушке и сидели в компании, коммунальная квартира, оказалось Леонид Леонид Чарлов, большой терапевт, хирург, он был секретарем приемной комиссии во втором меди. Ну, разговариваем, то все, что-то посидели, выпили, я не знаю, как я у него какой-то паривый выиграл, а он говорит мне, послушай, поступай к нам в аспирантуру, два года как раз это перед вступлением. Я говорю, нафиг мне нужна ваша аспирантура? У меня в районе место в кинотеатре около входа, потому что каждую ночь вызывают, хозяйка меня уже выселяла, потому что трактора приезжают и после этих тракторов, когда что-то подсохнет, движение автомобилей даже было невозможно. и вот я когда вернулся и смотрю в Одессе, поступили в аспирантуру люди, ни спортсмены, ни там, не занимались какой-то общественной деятельностью, я даже был секретарь, 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 институтского комсомола и председатель спортивного общества. Понятно, что это очень близко к медицине, но тем не менее, вот когда я сравнил сейчас смешно и со слезами, я когда закончил ВОЗ и приехал работать в село, только опыт работы пятый и шестой курс на скорой помощи и походы на дежурство вот дали образование, а так в общем я очень серьезно подхожу, потому что болезни и жизнь человеческая это же бесценны, и вот я тогда понял, какой я бестолочь, и какой я неправильный человек, что занимался всем чем угодно, кроме медицины. У меня был друг Гирлясла, Царство Ему Небесное, который все время меня направлял на правильную, у него были все лекции, у него записи были, он такой был грамотный, вот, что я все время брал с него пример и пытался чему-то научиться у кого-то. Вот до сих пор учусь, вот я смотрю на Сиаду, смотрю на Юрия Геннадьевича, молодые совсем люди, а какие, смотрите, какой зал, какой, Сколково снимается. Алексей Степанович, А мы, а мы, закончу, мы были невыездные в советское время, ездили шефы на конференции и все прочее, приезжали, рассказывали там о чем угодно, никаких отчетов, никаких разговоров о какой-то науке, прочем, никогда не было. Во всяком случае, это не для меня. Вот тогда я приехал, после этих разговоров, понял в Одессе, что надо что-то делать, я к Леониду Леонидовичу опять, а он говорит, нет, Алеш, я уже не секретарь, я уже к Лопухину не могу пойти и поговорить за тебя, но я могу сказать, что в 41 год Юлий Ефимович Березов из института Бакулева стал заведовать кафедрой. Вот ты пойди к нему, у него учеников, наверное, нет. Кому вы там нужны, из деревни приезжайте, кому вы нужны там в этой, в аспирантуре. Вот. Я тогда понял, что надо пойти, пошел в библиотеку, изучил все его работы, пришел Юлий Ефимович. О, из Одессы, ну и ну, и чего ты, хочу в аспирантуру. А где ты работаешь, там-то, там-то. Ну ладно, вот тебе тему, он мне дал тему, я через три дня принес ему на одиннадцати страницах через там полинтервала или сколько-то, работу по кардиоспазму. Он почитал, на следующий день меня пригласил и сказал, как бы ты там не заканчивал, и все, я тебя беру. Мне понравилось, что ты написал, ну, наверное, что-то соображал. Вот так я поступил в аспирантуру к Юлию Ефимовичу Березову. Расскажите про вот эти две фотографии. Ну, без того, я не заслуживал. Алексей Степанович, а на вот этих двух фотографиях можете рассказать, вы с учителем находитесь, с шефом? Да, Вик Сергеевич. Он учитель мой во всех смыслах, во всех положительных и во всех отрицательных вещах. Вот посмотрите, Юлий Ефимович и Вик Сергеевич. О, красивая медсестра сидит, я запомнил ее. Значит, Юлия Ефимович с Лукомским выпустили в 66-м году, когда я поступил в аспирантуру, книжку «Эндоскопическая техника», в которой четко написано было «Эндоскопия противопоказана при острых хирургических заболеваниях». И вот, когда я пришел к Савельеву, по блату меня взяли, конечно, я, значит, обнаружил эти аппараты, стал заниматься исследованиями. Вот. Ни Юлий Ефимович, ни Вик Сергеевич, как и все остальные в эндоскопию никак не верили. Вик Сергеевич говорит «Да ладно, там то и сё». Ну, занимайся. Я уже рассказывал там в Сестринской, как я делал первые исследования. В эндоскопию никто не верил. Невозможно там что-то увидеть. Мне разрешили. А в институте наша кафедра была огромной, сто с лишним человек, там столько лабораторий. Ну, шеф же величина, это же такая глыба. Он тоже Тамбовский, но, несмотря на это, выгнал меня в свое время из клиники и не посчитался, что мы земляки. Так вот, в пятом курсе Первой Градской больницы перед сортиром мужским и женским была огромная площадь. И вот я туда таскал каталку и больного и стал там делать эндоскопию. На третий день меня Виктор Сергеевич вызывает и говорит, Алексей, что ты там больным дискомфорт устроил? Я ему рассказал, он говорит, а чем ты докажешь, что это хорошо? Значит, вот Седа как раз спрашивала меня, как вы тогда в 70-е годы? Иллюстративный материал. На Мосфильме по блату мы брали позитивную пленку, снимали, возили к ним, они делали, проявляли, мы писали под кадром номер, под каждым кадром, потом делали негатив, вот с негатива потом печатали. Мы сейчас покажем, как это в ваших книгах выглядит, да? На следующих слайдах покажем, как это выглядит. ну вот сейчас шеп. Вот здесь на этих фотографиях какая разница? Мне было, вот здесь мне было 33 года, вот я бы эту фотографию выставил на конкурс учитель и ученик. Я шефа так любил, у меня сейчас ком в горле стоит. Мы устроим конкурс в следующем году такой. Так, и какая разница между фотографиями? Это уже 40, то есть, да, 40 лет спустя. Вик Сергеевичу 80 лет и мне посчастливилось уже из ананому из клиники посчастливилось сидеть рядом с ним. Наверное, я просто стал нахалом и когда место у шефа оказалось свободным, я взял и сел. Вик Сергеевичу, наверное, было неприятно, что я к нему подсел, потому что неприятие к эндоскопии, к эндохирургии и вдруг я прихожу, вот, посмотрите, неприятие, но всегда интерес. Нижний снимок, я делаю доклад, Вик Сергеевич сидит, каждая конференция, он съел от и до. Когда ему даешь тезис, он обязательно перечеркнет все. Настолько он все быстренько ловил. и вот когда мы первую книжку выпустили, я подумал, ну, пять с половиной тысяч, думаю, Буянов и Вик Сергеевич откажутся, и я куплю себе машину. Я же писал, разделили на троих, и все. Алексей Степанович, вы выступаете на обществе, да, я так понимаю? Вот это кафедра, вот опять эти фотографии, и Вик Сергеевич, я очень благодарен, вот на верхней снимке слева вам в центре Игорь Иванович, великий человек, Гильфанд, Михаил Иванович, Филимонов, Александр Иванович, вот я Гильфанду особенно бы поклонился и Игорь Иванович. Игорь Иванович, когда все не верили в эндоскопию, Игорь Иванович подходит и говорит, Алексей, сделай мне гастродонной аноскопии, у меня вроде бы язва. Только, говорит, во время исследования, чтобы я заглянул. Вот я делаю исследование, он заглянул, увидел язву, он говорит, да, действительно видно. А Гильфанд мне говорит, слушай, тебе 39, ты книжку уже написал, что ты диссертацию не можешь сделать? И я говорю, шеф мне сказал, погоди хирургическую тему, я хотел заниматься инсультами, рядом Гусевская клиника, а эндоскопия вот так вот все время шла и шла, и я послушался Гильфанда и Гологорского, царство им небесное, они практически заставили меня сделать диссертацию, когда я диссертацию шефу принес, он удивился, написать это все непросто. Кланяюсь великому своему другу, хотел сказать, царство небесное, слава Богу, живущему, но больному, Юрий Галлингер. Алексей Степанович, вот вы находились на истоках зарождения лапароскопической хирургии, в частности, лапароскопическая холецистоктомия, которую первый сделал Галлингер. Расскажите, как это было? Вы всех обществ российских, белорусских, союзных обществ. Банкет вели ректор института и министр. Мало того, что они там представились, поговорили, то и все, они стали читать стихи и петь. Мне было 35. Думаю, ну ничего себе, вот какие люди. Шалим Абсан Санч. Какие бы ни были общества, на банкете он начинает читать стихи и прочее. И я вот после 40 лет я перестал сдерживаться и тоже запел. И в 90-м году в Сиднее на Конгрессе я минут 40 пел русские песни и весь зал это тоже делал. Повезло. Почему я сразу не ответил? Ну надо же похвастаться чуть-чуть. Первая полипектомия. я впервые увидел полип. Мария Васильевна, сестра, мы сегодня говорили с сестрами, вот сестра должна так все соображать, тем более теперь. Это такие великие помощницы, без них просто ничего не сделаешь. Я говорю, Мария Васильевна, чем-нибудь давайте срежем. Нашли леску рыболовную, в катетер ввели, сделали петлю и 30 минут отсекали. Пришел Буянов, самый крепкий человек, и в конце концов отрезал. Вот 30 минут мы пережимали полип. Мы потом покупал я в магазине седьмую струну гитарную, подключали, делали из нее петлю, подключали к электроножу, вот так мы делали первые операции. Накопили опыт, в это время Юрий Матвеевич Корнилов, великий мастер и великий мужик, они купили инструменты и мы там впервые начали очень много оперировать. Но как ни странно, никто из анатомов не захотел с нами заниматься и изучать это дело. Видите, сегодня я Сергея Сергеевича слушаю и думаю, мама моя, от того, что мы заглядывали в эндоскоп до микроскопии прижизненной во время исследования, вот куда дошли. Сколько людей уже ушло эндоскопистов, которые этого счастья профессионального не видят. Вот сидит Бостон и рассказывает нам, какие там инструменты у нас есть и так далее. Замечательные люди. Алексей А вот сейчас у нас, например, у нас в координаторе в отделении, наши ординаторы приходят в операционную и у них такой чек-лист на каждую операцию, по этому чек-листу они собирают все инструменты. И это действительно такие инструменты, о которых вы, наверное, даже не мечтали, то есть не представляли, что такие вообще будут инструменты. и собирали из гитарной струны петлю, которую удаляли полипы. Это же нужно было быть большими энтузиастами, то есть самим хотеть это все мастерить, сделать. Голь на выдумку хитрая. Недаром русская есть хорошая пословица. А вот холецистоктомия. В 70-е годы Россия, Советский Союз были впереди планеты всей, потому что именно наши клиники Савельева, Березова, Маятов, Панцирева внедрили неотложную эндоскопию. И первый доклад на хирургическом обществе в 71-м или в 72-м году делает Виктор Иванович Стручков, Луцевич, Белов. Общество восприняло никак молчание и ухмылки. Ваш покорный слуга выступает с разрешения шефа, тоже вышел на трибуну 32 года. Думаю, что я им расскажу? Сидят профессора Андросов, председатель Сан-Сан Вишневский. И я говорю, не только диагностика, а тактика лечения. Вот что дает эндоскопия. И мы, говорю, предложили, решили вопрос о классификации. Первонаперво мы исключаем кровотечение, и тогда больные, слава богу, не поступают в хирургический стационар, который болотом являлся, отстойником, где дифференциальная диагностика, а потом уже великие гинекологи, терапевты уже им раздают больных. И вот мы начали неотложную эндоскопию, когда в мире она еще не занималась. Более того, Балалыкин и его компания были бандитами. Вот. Я об этом скажу позже, а вот хирургическое общество заканчивается, никто не выступает, выходит Юлий Фимович и говорит, я 20 лет оперирую, скрываю живот, скрываю желудок и ни хера не вижу. Что вы там можете увидеть? И это говорил Юлий Фимович, у которого сотника уже практически сделал диссертацию по неотложной лапароскопии. Но не по неотложной, там при раке. Я жду Юлию Фимовича поздороваться, поклониться учителю, потому что он из меня сделал вроде бы как-то ученого так сказать. Боюсь это слово сказать. Я жду у двери Юлий Фимович идет, нездороваясь говорит мне, Лешка, будет у меня больной с кровотечением, я тебя вызову. Я поклонился, говорю, Юлий Фимович, с удовольствием. В ответ он выразился так, что я теперь уже произнести не могу. Вот. Это вот была неотложка. И вот лапароскопия Сотников, Перминова, Галлингер, ваш покорный слуга, мы тогда внедрили лапароскопию, неотложные там всякие дела, кровотечения и прочее, и неотложная лапароскопия, по-моему, пошла от нас. Тем более, великий Прудков Иосиф Давыдович, являясь, я как считаю, он является основоположником эндоскопической хирургии, потому что в 60-е годы с помощью элементарной техники и инструментов он делал органостомии при непроходимости, холецистостомию, гастро и так далее, и так далее. То, что мы сейчас еще продолжаем делать только с помощью великолепной техники. Вот тогда мы были впереди планеты всей. Приходит 91-й год и в 90-м году на выставке здравоохранения, которая сейчас начнется, я немного говорю, я могу до утра, конечно, воспоминания, это знаете, но главное этот факт. Подходит Шредер и говорит, Алексей Степанович, вам и Галлингеру, Борису Васильевичу Петровску, мы даем бесплатно стойки для проведения лапароскопических операций. Это событие, наверное, было в вашей жизни. Я-то, честно говоря, говорю, а сколько стоит? Да нет, бесплатно стоит почти там 80 тысяч что ли долларов или 90. Я шефу говорю, Вик Сергеевич, вот так нам привалило. Он говорит, ну и фигня это, ну и что там, что делать? То-то, то-то, то-то. Аппендектомия только не в моей клинике. Шеф рубил все и не соглашался принимать это оборудование. Я его уговорил, я его только обманул. Вик Сергеевич, он никого не считал за специалистов больших, только ассистенты, хирурги. Вот для него были люди настоящие. Я говорю, Вик Сергеевич, на дежурстве молодые ребята делают эндоскопию, но вы же им не доверяете, вы же все время спрашиваете то и все. А тут мы смотрим, вызвали хирурга, хирург смотрит видео, даже записать, и утром можно на конференции показать. О, вот это дело, вот это склонило. Это был единственный аргумент, который был в пользу. Это был аргумент, против которого трудно было устоять. Он не мог, не мог. Он говорит, да. И вот первые операции в марте месяце 14-15-го у Петровского и 17-18-го у нас один день значит гостей мы развлекали. Я впервые видел эти операции. Я как посмотрел, я обалдел. Это же сказка. Я прихожу к Галлингеру и говорю, слушай, Юр, как же так? Я же ведь этих не делал, а Борис Васильевич объявил, что ты завтра оперируешь, а я, когда к нам перевезут оборудование. Он говорит, да что ты, я тебе дам кассету, я уже оперировал. Когда оперировал? Он молчал. Оказывается, в январе он со своей командой сделал уже две операции. Я говорю, а как ты это мог сделать? А Борис Васильевич меня, говорит, уже два раза посылал в Австрию и в Германию. И я все это знаю, я это умел. Вот мой учитель Галлингер, который выдал мне кассету, и я вот смотрю, вот многие, вот Юрий Геннадьевич, Галлиамов, Луцевич, настоящие люди, они Шаповальянс в 70-е годы, когда ретроградная пошла в клинику, Шаповальянс делал при остром панкреатите. Противопоказанное во всем мире считалось исследование, а он делал назопанкреатическое стентирование, дренирование, и мы ходили учиться. Вот, это настоящие люди. Не разговоры, а на практике показывают, учат, не стесняются. Вы посмотрите, какие красоты эти Галлиамовские операции. Я часто очень ездил к нему, но скажу вещь, которую, в общем, трудно говорить. Самый главный тормоз в развитии нового, а в частности эндохирургии, это организаторы здравоохранения, главные врачи. Я объехал весь союз, ни один главный врач не пришел в операционную, чтобы посмотреть на это чудо. Ну, как не посмотреть? Ну, может, потому, что я фанатик ненормальный, как и все хирурги. Вот. Сейчас проще, можно онлайн подключиться, после его и посмотреть. Каллингер мне дал накануне, я ночью посмотрел эту кассету, и после, и вот, два дня операции. И вот у меня операция, поскольку вы спросили, прозвольте, я уже, это же моя радость, потому что она меня сделала, может быть, тем, кем я стал. Операция была мне третья. Доцент оперировал фашинга крючком, фашинг сам оперировал ножницами, оперировал кроваво, некрасиво. Но, мало того, фашинг растерял камни, и он три часа собирал их, и в пять часов уже решили мою операцию отменить. Шефа, слава Богу, не было, шефа точно бы отменил. А тут его нет, я говорю, нет, назначена операция, все, Вик Сергеевич придет, знаете, не выполним план, все. Ну, согласились. Час сорок пять, операция первая, слава Богу, прошла, фашинг великий мне ассистировал, и заканчивается операция, я слышу голос шефа. Вот это наша операция. Вик Сергеевич был влюблен в эту операцию, но на то он и велик был, стратег. Параллельно с лапароскопической хирургией он внедрял мини-доступ. И вот эта конкуренция у нас в клинике народу, ассистентов, научных сотрудников все. Операцию надо ждать и ждать и ждать. А тут понятие еще конкуренция. Тогда вообще мне кажется хирурги они прям разделились на две категории, которые начали делать лапароскопическую холецистоктомию, а кто-то делал мини-доступ. Вот пациент как попадал к какому хирургу, такая операция ему доставалась. Так было? Да, вы знаете, когда ненасытный, думаешь, вот он делает это, а ты не можешь. И вот эта жажда того, чтобы поучиться и что-то сделать, была. Я пошел к Прокубовскому научиться через печеночный дренаж. Думаю, не получается, я через печеночный. Меня после первого дня моего пребывания обзывает шеф и говорит, Алексей, ты что к Прокубовскому ходишь? Я говорю, учусь. А что ты хочешь? Я говорю, тоже буду делать больше ни шагу к Прокубовскому. А теперь я чувствую, что это большой недостаток. Простите, пожалуйста, эндоскопист должен владеть другими альтернативными методиками. Тогда он может правильно выбрать ее. Давайте мы дальше по слайдам вашим пройдемся. Здесь такие интересные фотографии у вас. Красавица, красавица. Я так люблю этот слайд. Я такой был, когда разговаривали эндоскопия, эндоскопия. Это вот так хватали за голову, когда говорили про эндоскопию? Хорошо, в клинике еще Валентин Михайлович Буянов, он поддерживал эндоскопию. Он был доцент. Значит, началась эндоскопия. Дайте еще один слайд этот красивый. И мы начали работать. Вот куда мы пророемся, куда мы выйдем с этой эндоскопии, мы не знали. Ребята, что вышло из этого? Эндохирургия, эндоскопия родилась вопреки, а не потому, что кто-то поддерживал. Вот как энтузиасты были, когда-то советский полугибкими эндоскопами, великий человек, когда говорили, он так великолепно делал это исследование, а я, когда посмотрел, как делается с этими полугибкими приборами, это страшное дело. Так вот, мы копали, копали, но позвольте, я пошучу, и вылезли все-таки наружу. Это я там на даче рыбу ловлю, а это Юрий Геннадьевич когда-то меня пригласил в очередное собрание. Арт-пространство рукав называется. Я узнаю просто. Я ему очень благодарен. Михаил Павлович Королев и Юрий Геннадьевич, они шефствуют надо мной, они все равно что-то мне поручают. Правда, я Юрий Геннадьевич не очень, он никогда, я ему сколько просил, я говорю, Геннадьевич, вот это, когда из операционной передают, ну дайте мне возможность там поработать. Вот, он, наверное, жалеет меня, что у меня ничего не получится. А он в следующем году не дает. Алексей Степанович, а здесь годы обучения медузы. История. Давайте посмотрим, что здесь расскажите нам. Вот, левый снимок, левый снимок, нет, вот все наоборот, значит, правый снимок, да, правый снимок это наше общество. мы в клинике эндоскопию родили не хирурги, а терапевты. Валентин Михайлович Буяна говорит, мы, говорит, нет. Ретроградную подкраду холонгиографии в клинике Василенко и под великим, наверное, Логинов Юрий Васильевич сделал, Нина Николаевна Малкерова сделала первую ретроградную, а она первую попила сфинтеротомию под покровительством Владимира Александровича Вишневского, Благовидова и Льва Константиновича Соколова. Вот, они развили эндоскопию. И вот, я очень рад, что вот эта красивая наша клиника, она была тоже участницей первых, Первоградская больница. И вот там приезжали в свое время великие Оно-сан, Кавахара-сан, это люди, которые конструкторы были в Олимпусе. И вот, есть, я не знаю, получится тут фотография или нет, Кавахара-сан подписывает на нашем плакате роспись делают. Они, именно они. Значит, вот, разъезжая по нашим клиникам, выслушивали наши рекомендации. Вот, я не буду говорить что-то плохого, но у меня осталась одна неприятная ситуация. Вот, еще один человек, которому я очень благодарен, кроме Березова, шефа, вот, и тех, которые я показывал, Михаил Павлович Королев. Вот он шефствует тоже надо мной, и он всегда приглашает. Я бы тоже узнаю, у вас в руках знакомый прибор, это хрустальный. Но тоже он мне не поручает никаких, он думает, что я уже совсем старый, наверное, и не могу кого-то покритиковать. Он, наверное, потому что я критикую обычно, и это. И я, конечно, был счастлив, когда Михаил Павлович вручил мне этот хрустальный прибор. Я настолько был счастлив, а сегодня Седа говорит, ой, Алексей Типанович, как поддубный, говорит, я ее не ношу, на меня валяется. Седа говорит, у нас так много, говорит, этих приборов. На самом деле у нескольких учеников Юрия Геннадьевича, но фактически, наверное, почти каждый год хрустальный эндоскоп в конкурсе забирает ученики Юрия Геннадьевича. Нет, ну... Да, так и есть. В моем кабинете несколько эндоскопов, которые выиграл Родион Дмитриевич Замолочиков, мой коллега. Да, я вспоминаю вишню и не могу не вспомнить Юрий Геннадьевич. Профессор из вишни ушел. Как же сейчас большой профессор? А? Фамилию я забрал. Давно ушел. Да, боже, мозгов-то нету. Разговор идет, кто первый? Вот я знаю, что Нина Николаевна Малкерова, а он говорит мне, ой, эти там, 76-й год, я до этого в вишне сделал папилотомию. Все, он узнает меня и постреляет. Вот такие дела. Алексей Степанович, а вот здесь как раз книги, которые вы написали. Вот самое первое. Да, ребята, ну, в общем, я, наверное, и в аспирантуру-то поступил, потому что писать умею. Для меня ничего не стоит написать, но когда пишешь об одной тематике, мозги устают и нет остроты восприятия материала. Вот я лет десять ничего не писал после этих книжек, а потом вот написал после 96-го года. Вот левая это первая книжка 77-го года, о которой я уже говорил. Это вот как раз вот эти фотографии, которые вы на пленке делали, да? 5,5 тысяч. Не просто было получить изображение эндоскопическое, еще их перенести в виде фотографии, опубликовать. Это не то, что мы имеем сегодня в интернете, в огромном поисковом пространстве, книги, которые доступны сейчас. Это все гораздо проще. А вот в те времена, в 70-е годы, не только нужно было в щелочку заглянуть, увидеть, а потом еще это в виде фотографии воспроизвести, чтобы другие могли люди, врачи увидеть, учащиеся, соответственно, в этих книгах могли воспользоваться этими материалами. Это было очень непросто сделать. Ребята, пожалуйста, пожалуйста, ребята, я не знаю, что такое вот 70 лет, я не знал, что такое спать 6 часов. В клиниках студенты, потом исследовать, потом писать, вот до 2 часов ночи, как правило. Я помню, маленькая комнатка, мы жили с матерью, мать просыпается в 3 часа, а я писал вот эту книжку. Она говорит, Ленька, есть хочешь, да? Она встает, есть. А сколько времени? Что ты не спишь? Как же ты завтра будешь работать? Я вообще удивляюсь, когда Всевышний дал какие-то железные физические дела. и не представляю, когда молодежь сейчас спит. Недаром я просто удивляюсь, я просто удивляюсь, ну сколько можно спать, так всю жизнь проспишь. А хирурги, и ну вы же тоже все дежурят, молодежь особенно. Мы проживаем две жизни, потому что я в районе работал, брал специально 10-12 дежурств на скорой помощи, потому что меня выдергивали из дома, так думаю, по ночам, я думаю, лучше буду деньги зарабатывать. Привозил больного со скорой помощью и отправлял на следующие вызовы дежурного доктора по районной больнице, а сам оперировал. Вот так и здесь. Мы же оперируем, птички поют, поют, темно-темно, а потом рассвет. Вот как это красиво. Я не знаю людей, я не могу сравниться. Вот я знаю вкус сигареты, вкус крепкого чая с лимоном и сладкого. Вот когда в два, в три, в четыре часа пьешь это и думаешь, боже мой, я хоть вот теперь почувствовал, что это такое этот напиток. Прости, пожалуйста. И вот черная книжечка, черного цвета эндоскопическая хирургия, она на самом деле у нас выложена на стенде, когда вы, когда эту секцию мы закончим, можно будет получить эту книгу из рук Алексея Степановича на выходе из этого зала. История создания этой книжки интересна. Мы сидели за столом и Владимир Иванович Аноприев, вот он покажется, может, здесь. Сын мой говорит, пап, а слабо написать эндоскопии, по лапароскопической хирургии? Я говорю, а что слабо, надо же деньги, чтобы ее опубликовать. Он говорит, я финансирую. А Владимир Иванович Аноприев говорит, нифига вы не напишете. Вот, и мы взяли вот этот спор и написали эту книжку, и она вот так вышла. Может быть, я бы и не писал бы ее. Вот, а эта книжка была первая по эндоскопической хирургии. Рядом Бронштейн, великий человек, он уже Луцевич там на его базе работал со своими ребятами. Они в это время тоже написали большую книжку, которая, в общем, показывала наше достижение в эндохирургии. Все-таки книжка это какой-то экскурс, это какой-то результат этапного развития. Вот та черная книжка, а вот там сидит красная, это в 19-м году в декабре в Чечне. Вот красная книжка эндоскопической хирургии осложненной желчекаменной болезни. А вот книжка рядом, это сборник 93-го года на Сахалине. На Сахалине мы возили Дмитрий Алексеевич, мой сын, с Володиным, они тогда имели уже фирму, ребята разбитные, в отличие от нас, они уже имели фирму, и на самолете в 93-м году везли целый самолет наших хирургов на Сахалине и бригаду великих, я считаю, людей из общества эндоскопистов и хирургов Европы с женами. Четыре человека. Армингол Миро, Монтори, Осизи и Мишель Кремер тогда был президентом. Вот. И вот тогда они на Сахалин приехали и оттуда мы там сделали книжку. Знаете, что я вам поведаю. Я несколько лет назад решил подать документы на заслуженного деятеля. Думаю, там все-таки к пенсии какие-то прибавки или еще что-то. Я написал на Сахалин. А я у них шесть раз был. Первые операции там. Федоров, их губернатор, по моей просьбе выделил 200 тысяч баксов для того, чтобы закупили оборудование, они прекрасно были оснащены. Я написал в организацию здравоохранения, говорю, вот поддержите меня на выдвижение на заслуженного деятеля. Они говорят, у нас нет никаких документов, что вы здесь были в те годы. Вот так вот. Вот книжка, я им послал и книжку, и статью в медгазете и так далее. Так вот, тогда я и познакомился с Арминголом Миро. Это великий испанец, барселонец, вот, который вот слона в левом слайде. И вот я показываю этих людей, потому что мы все учителя и ученики друг перед другом. Мы должны у каждого учиться ловить шорох, походку, там, движение, лапароскопия. Фамилию забыл. Прихожу я в операционную, один из наших сотрудников больному берет и первый прокол делает стилетом. Я говорю, Саша, что ты делаешь? Саша, а фамилию забыл. Ты что делаешь-то? А потом мы решили, первый прокол не иглой верша, а делали, заточили, чуть-чуть не заточили, а чуть-чуть затупили острый конец, чтобы не перфорировать вдруг орган, который подпаян. И вот водили каждый. Первый троакар, это был троакар, первая функция. Я уже заговорился, простите, пожалуйста. Дело в том, что каждый из нас учитель и ученик друг к другу. И дай Бог, чтобы мы делились и тем, и другим. И главное, отрицательным опытом. Вот простите, пожалуйста, я не могу не сказать великие люди, с которыми я общался. Вот слева вы вспомнили фамилию? Директор института Джинелизи в Питере, а сейчас ректор, вы посмотрели фамилию, я забыл фамилию. Багненко, он был директор института скорой помощи. И вот когда в 90-е годы он медик выступал на ринге политических дискуссий за КПСС, я в него просто влюбился. Ну, мы ездили, ну, читаешь, Багненко, Багненко, какой симпатичный мужик, я просто в него тогда влюблен был, он победил с большим преимуществом. Средняя фотография, великий хирург Владимир Иванович Аноприев. Величайший хирург. Его Ткачев, губернатор, лишил всего и института, и кафедры, и прочие, даже запретил, чтобы он где-то оперировал. Величайший хирург. Это органы, сохраняющие операции. Вот сейчас его ученик, я считаю, великий, вот память, будет фотография, мы напомним его. И вот Владимир Иванович, и посмотрите, вот мы здесь присутствуем, наверное, потому, в этом великолепном здании, потому, что у нас есть Ревишевели. Вот люди, которыми я горжусь, это, будьте добры, следующий слайд. Посмотрите, Кубышкин, Калямов, Луцевич, Сажин, вот, Питерцы, это наше общество собрали, Сигал Великий, и вот там с бокалом, это он нас поздравляет, Юрий Геннадьевич, а там мы дальше, значит, Армин Голмиро. Великие люди, вот мои учителя, вот идешь и слушаешь, слушаешь каждое движение, каждое слово. слева фотография, это мои тамбовские друзья, великие ребята, а правый снимок, это Ярцев в Тюменской больнице со своей компанией, я у них там много в давние годы приезжал, и последний раз вот три года ездил, вот, они меня пригласили, пригласили, слава богу, что еще помнят. Я отдавал дания не только нашим лечебным учреждениям, мой брат когда-то начинал свою службу в 19 лет на пограничной заставе на Камчатке, и вот я был на Камчатке, сфотографировался там, где была его застава. С начальником и его заместителем мы хорошо посидели, вон даже стоит вышка, это прекрасное место, дай бог ребятам теперь сложный период, они там здорово работают. Да, это сейчас называют красивым выражением life-work-balance, вот так понимаем, это досуг был. Ругается, ругается прямо. Это тоже досуг? Я же неграмотный, я необразованный профессор. вот, Луцевич, вы таким не видели Галявова? Галявов поет, играет, вот что значит, ну вы найдите где-нибудь зарубежного профессора, который может быть таким многоликим, таким одаренным, как наши ребята. Эдуард Абдулхович сейчас, кстати, на Мальдивах находится, его поэтому с нами нет на Индефесте, наверное, вот вы поэтому такую фотографию подобрали. Это Греция. И вот поездка замечательная, хорошо, что конференции бывают, вот, поездка в Салихард, ну какие замечательные там люди, особенно на верхней и средней фотографии. Тоже поездки. Мне посчастливилось, конечно, побывать. Слева фотография, это жена Монтори, Рим и вот эта Великая Площадь. Справа две фотографии Индия с индусами ребятами, а правая фотография это Инпонг Жу, доктор Жу. Я-то не могу запомнить такие фамилии. Это человек, который подошел ко мне в Индии и сказал, что он помнит 96-й год, когда мы оперировали показательные операции в Шанхае и лекции читали. И вот он говорит, он помнит это событие. Естественно, не мог с ним не сфотографироваться. А это Монако, клуб, где я проиграл небольшие деньги и царский дворец. А это справа, там, где я почти не помер, но выздоровел после тяжелой болезни. Два раза помирал. Безусловно, вот я не знаю, есть ли она здесь или нет. Марина Анатольевна, великая женщина, которая, вот там богатыри Свердловские, которые организовывают, несмотря на тяжелейшее время, я вообще не знаю, как Юрий Геннадьевич сядет, как вы организовали это событие великое. Вот они тоже организовывают, вот ростовчане еще организовывают, а больше нигде съезды наши не проходят. Волгоград когда-то был, и вот. И одна из поездок, я не могу похвалиться, потому что здесь взгляд в мою юность. Я вообще вырос на коньках и на велосипеде. И вот приехал я в ПАК, губернатор Рязани, великий человек. Привезла меня, познакомила с ним Лена, прекрасный доктор, полковник, на кафедре работы. Это ее дочка, внучка, красавица. И вот они в Рязань я приехал, мы вот там везде походили и все прочее. Ну, тут после хорошего стола они собрались молодежь покататься на коньках. Меня тоже одели. Я говорю, нет, ребята, я разобьюсь. Представляете, это? И идти на каток. Пришлось. Разобьюсь, думаю. Ну, говорю, только одно условие. Дайте мне тренера, за которого я буду держаться. И вот они дали мне тренера, это мы уже закончили. Он один раз меня прокатил, а потом я еще один-два раза проехал сам, вспомнил молодость. Все-таки, знаете, как-то... Все-таки ноги помнят. Ручки. Да, и ручки. Помнят, помнят что-то. Такое дело. Это родная Одесса, Дерибасовская, памятники и стулья. Вот там за спиной у Тесова. Там бадэшка, ну, винарня, как говорят по-другому. Бочка сухого вина, бочка крепленого. А там дальше чуть-чуть институт. Вот из института Нерибасовского и назад как раз самое мило зайти... По дороге. По дороге. Спасибо. Прекрасная фотография. Это Златоуст, красивые места. Бывает же, что, я же говорю, конференции, что ездишь. Вот это мне фотография нравится. Противовес Галямова Эдулата Булкновича, мы поняли. на конкурс. Вот бы иметь такие ноги и никогда к врачам не попадать. Я счастливчик, потому что вот здесь нахожусь. Спасибо. Я всегда говорил о том, что у нас так много великих людей, даже здесь в зале найти, что я уже не говорю об актерах и так далее, о которых каждый день можно по телевидению рассказывать. Нет, помрет человек, вот только тогда о нем что-нибудь скажут, тут же забудут. Я при много благодарен Сиде Юрию Геннадьевичу, что здесь я нахожусь. Я думаю, что легендой первой должен быть Юрий Лёш, которого я считаю своим соперником и другом. Я же говорю, я звоню ему, Юра, я еду, Лёша, не забудь зайти в пятерочку. Юра, я уже вооружен, все нормально. Так вот, на одном из собраний, и вот здесь я сидел, а это профильная комиссия по хирургии. Я вот здесь вот сидел, но настолько обнаглел, что пошел за спину великих людей, сфотографировался. Вот слева Сажин, если вы кого не знаете, их не знаете, Сажин. Ну, как можно в Новомосковске создать такую школу? Вот что значит один против всех, или как один в поле не воин. Воин! Воин! Мы должны, молодежь, мы должны свои силы не стесняться когда что и завоевывать этот мир. Завоевывать, да. И рядом Рошаль, ну и Амираша Тачревишвили, это Национальный Центр Хирургии имени Александра Васильевича Тачревишвили. Нет, нет, не после. Мы не включили тот? Так, включили. Как же. Вот главный слайд. Самый главный слайд. У меня есть еще одна фотография вместе. Это эндоскопия в молодости, а это она уже стала королевой. Понимаете? А вот там в молодости у меня есть еще один снимочек, когда маленькая девочка уходит в поле, в неизвестность. Вы помните, у нас есть этот рисунок, когда мы неизвестно куда прокопаем, а это уходит в поле в неизвестность. Ну и здесь, там она красавица, а это просто неотразимо. Она похожа на Седу. Эндоскопия тогда и сейчас мы поняли. Да. Аллегория красивая. Вот эндоскопия, конечно, сейчас мы не можем без нее. Но я был когда-то против выделения эндоскопии в отдельную специальность и врача-эндоскопистов в специальность. На Западе каждый занимается специалист, занимается своей областью. Гастроэнтеролог эндоскопии, пульмонолог эндоскопии, один только Маннегольд за рубежом, хирург, занимался эндоскопией в свое время. Я был счастлив его быть с ним знаком, но самое главное Классен. Классен во Франкфурте я с ним познакомился, а потом мы с сыном как-то были за рубежом и едем, он говорит папа, а слабо к Классену попасть. Я говорю, ну ты позвони, ты же английский знаешь. Он звонит, Классен говорит, заезжайте. Мы тоже завернули в Мюнхене к Классену, входим в кабинет, не в кабинет, входим в приемную. Народу сидит дофига, но человек десять. Он сообщает секретарше, выходит Классен, извинения просит, и мы заходим к нему в кабинет. Мы посидели минуты три, четыре, пять. Классен пошел в буфет, достал и ставит на стол бутылку. Смотрю, начитая. Я думаю, ну что же он поет не полной бутылкой, то и все. Значит, когда мы поговорили, сын попереводил, мы пообнимались, уходим. А Классен когда-то в Риме Юрий Ощик Галлингер был свидетелем. Значит, у Монтори мы были на конференции, ну, на банкете я, как всегда, русские песни пою, а у меня в руках бокал, я, значит, там что-то разбахиваю, а Классен подошел и все хочет мне помочь взять у меня бокал. Я так посмотрел, думаю, Классен, вот не артист, он не понимает, что это орудие производства. Мы выходим оттуда, и сын мне впервые в жизни говорит, папа, я тебя зауважал. Я говорю, а Классен? Классен не уважает початую бутылку. Он говорит, папа, да ты не знаешь, сколько стоит тот коньяк. Классен вообще не пьет, а тут он выпил вот три штуки, три рюмочки с нами вместе, Классен. Немец такой высокий, горбонос, ну настоящий немец, ну настоящий. Царство ему небесное. Алексей Степанович. Я премного благодарен быть счастливым. Дай бог не попро до следующей конференции. И благодарен очень за то, что я... А мы вам очень сильно благодарны и хотели бы вручить вам диплом о памяти об этом вечере сегодняшнем и о том, что вы нам рассказали и поделились своими знаниями, опытом. Спасибо вам большое и мы хотим вручить вам букет и диплом легенды эндоскопии и эндохирургии на НДПС 2021. Это вам.